Доброе время суток, меня зовут Дарт. На лице у меня выражение, которое знающие людей наприятируют, как я заготовил большую гадость. Гадость у вас сейчас должна появляться на экране, и я сразу пройдусь по тем вопросам, которые обычно задают люди, видящие это. Да, это адская японщина, да, это визуальная новелла, да, я в курсе, что рейтинг оригинальной версии 18 с плюсом, да, у меня есть оригинальная версия, да, я извращенец, а вы этого не слышали, да, я упоролся. Итак, игра называется Накопара, выпуск первый, как мы можем видеть вот здесь, наверху справа. Есть еще выпуск нулевой, он отдельной своей жизнью живет, о нем мы говорить сегодня не будем. Остальные выпуски должны выйти скоро, да, с трейдмарком. Итак, это стимовская версия, то есть дичащая цензура, так что ничего такого мы здесь не увидим. Да, и в первой части игры такого все равно ничего нет, да. Стим оценивает игру в 250 рублей, баснословные деньги, но по сравнению с большими ВН на стиме это не так уж и много на самом-то деле. Итак, по своей природе в игре, естественно, присутствует экстремальный, я бы даже сказал, фан-сервис в некоторых местах. Да, вот, скажем так, наркомания прет. Да, и здесь есть даже такая фан-сервисная опция, как прыгучесть груди. Так что сами думайте, зачем нужна эта опция. Русского языка в игре нет, поэтому вы либо учите японский, китайский, либо английский. Да, в противном случае придется, возможно, где-то по интернетам искать патч-россификатор, который, скорее всего, где-то уже есть. Да, так что вот, как я говорил о ВН, рассказывать довольно-таки сложно, всего того, что у них, в общем-то, у всех все более или менее стандартно, но попробуем, что уж тут поделать. И для начала посмотрим, как игра выглядит сама по себе. И для начала посмотрим, как игра. Вот так оно в целом и выглядит. Да, со стилистикой тут все должно быть очевидно, игра японская, поэтому, естественно, оно выглядит как аниме. Да, то есть ожидать чего-то другого было бы наивно. Сама графика чем отличается от других ВН, тут персонажи не статическая какая-то картинка, а такой движущийся человечек. То есть, если вы обратили внимание, пока они были на экране, в стоячем положении, пока ничего не делают, они немного там то ли с ноги на ногу переминаются, то ли еще что-то. Да, ну, в общем, шевелятся. При этом волосы шевелятся отдельно, хвост отдельно, уши отдельно. Да, как-то вот выглядит это... Да, вот оно вернулось. Итак, они использовали здесь специальный такой движок, который позволяет сделать таких живых, в кавычках, персонажей. Они в том числе реагируют даже на то, что вы перетаскиваете окно, если вы играете в оконном режиме. Ну, и плюс ко всему, здесь есть такая кнопка, которая позволяет делать так. То есть, как бы встряхивать экран, и они, соответственно, подпрыгивают. То есть, вот как-то оно так смотрится. В остальном, в принципе, все стандартно. То есть, у нас есть вот такие вещи с диалогами отдельно, есть отдельные статические картинки, на которых ничего по принципу не должно двигаться. Это просто красивая артина. И, в принципе, все. ВН как ВН, графика как графика. По крайней мере, мне, как привычному человеку. Так что, едем дальше. Звук. Как вы уже слышали, персонажи тут озвучены, за исключением главного героя, с которым, теоретически, игрок должен сам себя отождествлять. Соответственно, компьютер у нас до сих пор не телепаты, адекватных синтезаторов голоса у них не завезли, поэтому, естественно, сделать озвучку главного героя, которым должен быть игрок, невозможно. Как-то вот так. Все остальные, даже второстепенные герои, те, которые вообще на экране не появляются, они тоже озвучены. Ну, в принципе, я не могу сказать. Является это стандартом отзвучивать персонажей или, наоборот, не их отзвучивать. Потому что, ну, каждый делает по-своему. У кого-то там не хватило денег, у кого-то там нет нормальных актеров. Кто-то просто считает, что это излишнее. Кто-то считает, что это необходимо. Так что, плохо это, хорошо это, а чёрт его знает. Как-то так. Так, да. Едем дальше. Музыка. А музыка здесь, по большей части, в стилистике светло-ярко-весёлой, потому что сама игра по себе такая. Это вам не какой-нибудь шутер по Вархаммеру, где нужен эпический рок во все поля абсолютно. Да, так что вот имеем такую весёлую, лёгкую музыку. Ну, плюс пару таких более грустных мелодий для соответствующих частей сюжета. Потому что каждая уважающаяся визуально новелла должна иметь такое. Возможно. В большинстве случаев, по крайней мере. И музыка хорошая, музыка качественная, её вполне можно себе ставить отдельно от игры. Так что с музыкой у этих ребят всё в порядке. Тут по-другому не скажешь. Да, и... Что творится у меня на экране, чёрт побери? Ладно, в общем, на этом... Сказать что-то ещё... Ну, невозможно. С музыкой, с графикой, с техническими частями это всё. Визуальная новелла по механике вообще просто как валенок. Это я уже говорил когда-то. То есть мы просто либо оставляем её на автопросмотре, как сейчас, либо мы каждый раз такаем пробел, чтобы пропустить строку диалога и пойти на следующую. Да, и это визуальная новелла кинетическая. То есть у нас нету вариантов развития событий, у нас нету разветвлений, мы не выбираем что-то, мы просто сидим и смотрим, наслаждаемся. Ну, естественно, умиляемся кавайности того, что у нас появляется на экране. Да. С механиками на этом тоже, в принципе, всё. Сюжет. Дабы не спойлерить, что можно сказать? В этом мире есть такое явление, как антропоморфные животные, в честности, антропоморфные кошки. То есть вот эти две тушки у нас, это по местным меркам вообще-то животные. Мы их хозяин, и мы пытаемся воспитывать, дабы они не творили в доме бардак. А бардак они могут творить почище, чем настоящие кошки. Это очевидно. Потому что настоящие кошки не умеют открывать антресоли и вываливать всё из них на пол. Вот. Ну и отпирать завертые двери в туалет тоже. Хотя, эти вроде бы тоже это не делают. Ну, не суть. В общем, вот, это наши домашние животные. Вообще, формально они принадлежат младшей сестре главного героя, но они больно к нему привязаны, поэтому, когда он решил свинтить из дому, чтобы открыть свою кондитерскую, свинтил он потому, что родители не одобряют, они решили ломануться за ним. Причём оригинальнейшим методом они послали себя по почте в коробках. Так что, вот. Главный герой, естественно, попытался их спихнуть обратно к сестре, но тут большой заговор. Все сговорились, и поэтому у нас всё должно быть две кошки. Как-то так. Так что, вот. И остальное происходящее уже рассказывает о том, как мы пытаемся решить проблемы, которые нам они создают. В частности, вот шампунь требуют. Вот. Так что, без спойлеров дальше, в принципе, сказать что-либо невозможно. Вот. И какое-то развитие сюжета, естественно, по идее, после первой части должно продолжаться в остальных. Вот. А эти хитрюги сейчас заставили всех остальных покупателей на меня нехорошо пялиться. Иди, вот видите, что они тут ни при чём. Зараза, собаки! Хотя кошки. Ну, в общем, как-то так. И это ВН, о ней больше сказать фактически нечего. Да, разве что ещё раз повторится. Она кинетическая, она на стиме стоит 250 рублей. Классификации к ней в оригинале не прилагается. Где-то, возможно, какие-то фанаты уже напилили патч. Так что, вот. У неё ещё есть демка на стиме. Вы можете посмотреть там первую главу и решить, хотите ли вы наслаждаться этим делом дольше. Потому что всего глав тут 8. Это на где-то 2,5-3 часа автопросмотра. И, в общем-то, вот. Решение дальше уже идёт за человеком, который думает над приобретением. Как-то так. Так что, всё. Что-то ещё сказать я не могу. Что-то, по крайней мере, рассказать об игре. И не знаю что. Да. А так как она у меня есть, логично, что я повёлся на её рекламу. А так как я об ней рассказывал, логично предположить... И главное, что не ругаюсь на неё. Логично предположить, что она мне нравится. Да, так что... Как-то так. И на этом, в принципе, мне, наверное, лучше заткнуться и... Больше вас не мучить. Объёмом японщины на единицу игрового времени. Так что, вот как-то так. На этом спасибо вам за просмотр. Всего хорошего и удачного дня. Наслаждайтесь кавайностью. Субтитры сделал DimaTorzok